Дорогой наш Отец Небесный, благодарю тебя за этот второй день, за все чудесные напоминания, которые мы слышали по твоему слову, за все прикосновение Духа Святого, за твоё присутствие, за общение, которого, как всегда, конечно, мало, но дайте вообще за возможность собраться с пастырским составом, для того, чтобы побольше пообщаться, может быть, и чем-то поделиться сокровенным друг другом, в личной беседе есть возможность молиться друг на друга, что-то исповедовать, может быть, даже на кого-то пожаловаться, а потом к тебе прийти с этим. Молить, чтобы мы учились ходить во свете, как ты во свете, чтобы мы имели общение кровь с Сыном Твоего Иисуса Христа, мы знаем, что есть две вечные вещи, которые есть в твоем царстве, и они перейдут из этой жизни в следующее. Это слово Твое, и люди, мы благодарим тебя за то, что есть возможность учить людей твоему слову. Я прошу, чтобы мы сами себя прежде умели назидать и созидать в Слове Твоем, обретать и надежду, и ободрение, и поддержку через Твое Слово вечно говорили с нами. Сделай, Господь, так, чтобы сейчас после обеда и в предвкушении ужина у нас была мудрость, и чтобы у нас между ушами были мозги, Господь, которые способны воспринимать, запоминать, и чтобы было сердце послушное, готовое исполнить то, что ты нам говоришь в благословищееся время, и открой нам сегодня Твою истину, как ты это делал во протяжении всего этого времени, продолжай с нами говорить, и помоги нам, Господь, быть внимательным к ослышанным, чтобы не отпасть и следовать Твоему пути во всем Твоем Иисус Христа. Аминь, заходите, пожалуйста, для вопроса, а почему столаточка Трица красит, Света, Арифт, да? Да? А есть, мусорица, а как говори? У тебя апатик говорят. Хорошо. А меня хватит? Я сейчас заходу за счет, я сейчас замету. Движение часовни меня привлекло. Я же не движая ни работа, я сейчас. Мы у вас. Он лишний работать, но он сел, то есть что это? Ну, кальцентрогаев. А, значит, 6-4. Стоит? Ну, не знаю. Он не слушал. Минуту меньше. Секунду. Ну, в общем, короче, я могу. Нормально. Вот. Движение часовни, с которым я познакомился в 1994 году, практически к концу 1994 года, меня очень сильно привлекло тем, что эти люди, миссионеры, служители церкви, в целом движения очень серьезно подходило к слову. И при этом это были такие живые, естественные люди без религиозной массы. Вот. И мы действительно можем радоваться, потому что мы можем быть самими собой. Ходить в спанцы, кто-то понимает, как с галстуками и так далее. У нас единственный человек, который навесит рубашку в галстук, помогающий с галстук перестан носить, это Рэйна. 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 Из Тамбова. Да, он как раз уехал, я свободно могу о нем говорить. Не выдержал, что никого в галстук нет. Некое такое сочетание простоты и непосредственности в общении, открытости и частности, и при этом серьезнейшее любовное богословие меня прям вот очень сильно зацепило. И одной из отличительных черт богословия часовника, как движения, является восхищение церкви до великосфорного страдания. И это то, что нужно помнить, это то, что всегда напоминал пастор Чарль Смит. Если вы читали книжку «Отличительное человечество» в Марио Ольфе, если вы не читали, я очень настоятельно рекомендую вывоз вам это сделать. И это вообще настоятельно рекомендую только пасторам, чтобы служителям читать. Потому что... Что, процент не понадобится застойка? Да. Ну ладно. Хотя бы на руку держать застойку. Я примерно то же самое на церкви делал, потому что у нас нет правильной системы. Как показывает практика, такая система старая, микрофонная, она какая-то такая, выучалка, когда батареи садятся. Вот. И первый раз, когда я приехал в штатную большую конференцию в пасторскую Калифорнию, я прошелся по территории вот этого большого как бы кампуса и университетского города, где вся конференция проходила и проходит. Я удивился тому, что дорожки, выложены мозаики, там всякие бордюрчики, тоже выложены стены, даже какие-то мелочи. И там выложены стихи из Писания, причем ветхий залет исключительно. Пророчества. Я потом эти все выставки смотрел, эти ссылки, и они говорят о будущем Израиля, возвращении Христа, то есть о том, что будет. Я такой думаю, как это все интересно, почему так вот сделано оформление вообще всей этой территории, меня это прямо разочаровало. Потом он вдруг выяснил, что в юридических документах на вот эту собственность, на эту территорию, на всю недвижимость, в которой она не находится, большая достаточно территория, там статья такая пунктом отдельно вынесена, что в момент восхищения церкви вся эта собственность переходит в еврейское общение. Я подумал, что в нашей парадигме юридической практики в России такое вообще в принципе невозможно, такая формировка просто и никто ее не поймет, а не включив юридические документы. Думаешь, надо? Нормально. Не отвлекайтесь, ладно. На следующую расскажу, на Макса оставить батарейки. Спасибо. Вот. И я стал думать интересно, что эти люди действительно вложили большие деньги в покупку, во-первых, этой собственности, в то, чтобы ее отремонтировать, привезти ее просто в божественный. Кто бывал там, вы понимаете, что там практически райские условия, там мы вечерами после всех сессий шли не чай, просто кофе пить, а шли в сероводородные ванны принимать там, вот, серьезно, на полусерьезе. Вот, это меня очень сильно удивило, то, как нас принимали, как нас там кормили и все такое. Вот. Я думаю, интересный вот уклон изначально, в часовне, вот как в богословском подходе, к этому вопросу, настолько серьезный, что они даже в таких вопросах, как вот собственность и так далее, они даже в это вкладывают свое богословие и свой взгляд. Я начал как бы больше это копать, мне досталась еще большая книжка под названием «Основание пятидесятческого богословия на английском языке», и там рассматривались различные теории последних времен о том, когда церковь там вознесется, и разные вот взгляды там предлагались. И самый большой кусок был посвящен как раз восхищению церкви до начала Великой Скорбии, и вот именно этот кусочек, очень богатый, приправленный ссылками на писание, меня прям вот захватил, потому что именно с этим подходом наименьшие какие-то вопросы возникают из образов ветхого завета, да, и контекст его писания, он весь говорит о том, что, в общем-то, есть две очень интересные истории. Вот тема конференции у нас «Тот день», и говоря об этой формулировке, это очень богатое, очень емкое понятие, и для одной категории населения Земли этот день радостный, и день благословенный и очень ожидаемый, а для другой части населения Земли этот день как раз не предвещает ничего доброго. И это понятие «Тот день в пророчествах Ветхого Завета» в очень большом количестве мест обозначается как день достаточно мрачный и темный, и день греба, и день скорбей, и день очень больших трудностей. Поэтому для нас, как для церкви, это день ожидаемый, и Павел говорит, утешает друг друга с теми словами, первым, да, псалутизмом, четвертой главе, да, он же не случайно об этом говорит, потому что это связано напрямую как раз с тем, во что мы верим, в чем мы убеждены, как христиане, как в движении часов на голове, и даже вот предписано всем мастерам и служителям придерживаться одного из отличий, которые нас от вообще многих церквей отличают, да, вот, или выделяют. То есть, это понятно, не первостепенной важности доктрины, то есть она не говорит о спасении человеческой души, то есть не говорит о том, что если ты веришь в что-то, что-то иное, то там, ну, тратишь какую-то награду, или там, ты будешь там где-то пониже в Санстве Божьем, ну, нет. Но это непосредственно влияет на нашу ежедневную жизнь, потому что апостол Павел, в частности, он говорит, что не всем умренно все изменится, и это говорит о том, что он ожидал пришествие Господа за церковью и в течение своей жизни. То есть, не было никаких особых признаков для него лично дополнительных, по которому он мог бы определить, что вот, вот, а вот так, вот, а вот сейчас точно за углом, а вот здесь слышны шаги в Мессии. Он, понимаем, каждый день ждал, и для него ничего, в общем-то, такого кардинально определяющего сроки не было. Каждый день он его ожидал, и поэтому он строил, соответственно, свою жизнь. Совершенно недавно, буквально, может быть, четыре дня назад, один человек отреагировал на какой-то мой пост в Фейсбуке, и начал со мной очень большой длинный спор по поводу того, что там церковь, Израиль, последнее время, мы пойдем в великую скорбь. Ну, настолько он убежден, я говорю, ну, я помню, несколько дней эта переписка длилась, вот, и я подметил одну вещь, что люди, которые верят в что-то другое, в какое-то другое пришествие Христа за церковь, в другое время, они, соответственно, мотивируют многие свои поступки и действия здесь истолковывают события в свете этих убеждений. И если люди жили сначала великой скорбью и появление антихриста, соответственно, они сначала антихриста ищут в своей жизни, и его ожидают. А мы-то ищем пришествие прежде всего Христа, правда? И нигде апостол Павел у него говорит, что вот сейчас, ну, Иоанн, конечно, говорит, много антихристов, но это вообще класс людей, да, противопоставляющих свою жизнь, свою волю и волю Христовой. Вот, и поэтому очень, так вот, думая об этой конференции, почему-то мне вот запало, запало в сердце, я никак не мог просто выковырять из своей головы эту идею, но я решил крамольную очень одну притчу вывести на обсуждение с вами, и ваше участие потребуется просто, я не позволю вам спать сегодня после обеда перед ужином, ваше участие потребуется. Двадцать пятая глава Матфея, притча о десяти девах. Вот я сейчас бросил бумку, да? Ну что, я в принципе. Итак, с первого стиха, читаем. Тогда подобны будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли на свечу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосуды свои. И, как жених заметил, то задремались все и уснули. Но в помощь раздался крик. Вот, жених идет выходить навстречу ему. Когда встали все девки и поправили светильники свои, неразумные же сказали мужам, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери сварились. После приходят и прочие девы, говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий. В Евангелии от Матфея всего 10 притч, говорящих о Царстве Божьем. И эта притча последняя из 10. 25 глава идет след за какой главой, кто знает? 24 глава говорит о беседе Иисуса на Иллионских горах со своими учениками. Кто-нибудь видел фотографии города Иерусалима Старого, сделанные с Иллионской горы, с Масличной горы. Это такой известнейший снимок, где купол скалы, долину с могилами, стену, замурованными этими королевскими воротами. И дальше эти пейзажи интересные, уходящие. Видели, да? Это вот снимок сделан как раз с Иллионской горы. Кто знает, что за Иллионская гора и вообще с чем она связана и почему очень много евреев сегодня богатых выкупали себе местечко для погребения своего после смерти именно на Иллионской горе. Господь придет оттуда и начнет воскресать, кто поближе. Захария 14.4 запишите для себя, где написано, что Господь придет и встанет ногами своим на Иллионскую гору, и она разделится, одна часть ее половина отдает в север, другая кьюга. Потому что, фактически, если вы стоите лицом к Иерусалиму, на этой горе, то под ногами Иисуса эта гора отойдет влево и вправо. Таким образом будет и мертвые воскреснут, и пойдут на великий суд, и тем, кто купил себе особое место, хочется вот прям воскреснуть тут же и присутствовать при этих всех событиях. Интересная такая деталь. Теперь, что касается конкретной этой притчи. Эта притча, она стоит вообще отдельно от всех остальных. Если вы посмотрите на первую, прямо из тех, обратите внимание на первое слово в русском тексте. Какое? А когда? Это что за слово такое? На что оно указывает? Итак. Не так точно? После чего? Вот, время, то есть, перед этим что-то надо? Правильно. Правильно. Это не просто какой-то там предлог, который, опять, на каких-то условиях тогда как, да, нет. Это конкретное указание на определенное время. Мы знаем, что текст Евангелий не делился на главы, он ушел с пушняком, поэтому, когда мы дочитываем 24-ю главу и переходим в 25-ю, да, Иисус не сделал перерыв, а теперь 25-я глава. Он продолжил говорить со своими же учениками дальше. Если вы помните, о чем говорит 24-я глава, она говорит о чем? О том, как придет господин Роман. В последнее время, и о тех событиях, которые предшествуют его возвращению. Скажите, пожалуйста, кому в первую очередь был адресован Иван Георгий, и с кем Иисус в данном момент разговаривает? О, что за национальная группа такая? Это евреи. Это евреи, ученики его, которые ожидали исполнения пророчества о восстановлении царства Израиля. Правда? Да? То есть целевая аудитория, и первые, с кем разговаривает Иисус здесь, о последних временах, о возвращении, то есть о своем возвращении, то есть о восстановлении царства, это евреи прежде всего, да? И в тот момент они больше всего остального в жизни хотели восстановления царства Израиля. И вот Иисус говорит, в тот момент, когда будут происходить эти события, вот тогда, и говорит, царство небесное будет подобно десятиделам. Обратите внимание еще на одну особенность, что это единственная из всех десяти преч Евангелия и Матфея, которая находится в будущем времени. Просто сравните с другими пречами, в 13 главе, в 20 главе, Иисус много преч говорит о царстве небесном, и все они стоят в настоящем времени. Ну, где-то в прошедшее время Иисус использует, где-то он что-то положил, там, да, бросил мне, вот так далее, то есть эти пречи не буду сейчас перечислять. Эта притча начинается с глагола «быть в будущем времени». То есть это царство небесное будет тогда, когда будут происходить события, предшествующие его возвращению. Понятно? Царство небесное. Нужно объяснять этот термин? Ну, вкратце. Это не царство на небесах. Это царство небес на земле. Это царство небесного, как бы, да, правила, или его королевство, или царство здесь, в жизни людей. И прежде всего, исходя из контекста того, что, с кем Иисус разговаривает, где он это говорит, прямо что видно с этой горы, что будет на этой горе происходить, а его второе пришествие будет как раз на этой горе, где он эти вещи говорит. Вы понимаете, что конкретно Иисус хочет сказать? Что царство небесное – это о ком? Сейчас будем разбирать. Хотите знать? Потому что подавляющее количество толкований, которые вы сегодня даже просто можете поговорить или через диагноз поискать, будут говорить о том, что 10 термин или царство небесное, о котором Иисус говорит, это церковь. Что половина церкви будут глупые, а половина разумные. Причем невесту потеряли. То есть, да, есть очень много моментов, на которые я хотел бы вам просто указать, обратить внимание. Я прекрасно понимаю, что все подробности в этой притче разобрать за полчаса просто нереально. Но я выделил бы несколько моментов, которые нас все должны успокоить, потому что 10 дев – это совсем будет не про церковь. И не про нас. Смотрите. Итак, смотрим еще раз. Подобные 10 девам, которые взяли святильники свои, вышли навстречу жениху. У Иисуса сколько небес? Правильно. Иисус – немногоженец. Полигамность, да? Это не про Иисуса. И Господь, ведь посланники Песням, говорит, например, что Господь в самом себе устроил одного нового человека, устроя в себе мир, там, израиль и язычник, объединив в самом себе в церкви. То есть церковь называется невестой, которая украсила себя до мужества, в книге «Откровение», мы видим одну невесту, украшенную, приготовившую себе. Теперь, понятно, да? Это посылки мысли, что эти 10 дев, но они не могут выйти навстречу жениху, чтобы потом зайти, устроить там, за закрытыми дверями, да? То есть, понятно, что этот образ никак не идет с образом одного жениха и одной невесты, потому что Писание же неоднократно делает ссылки. Это первая книга глава «Бытия», 27 стих, вторая глава «Бытия», 24 стих, где написано, что двое будут одной поясью, правда? Двое. Не трое, не четверо, не пятеро, не одиннадцать человек, когда у нас в случае, правда? Или, ну, пяти руки не повезло, поэтому как бы шестью, невестами заходят, да? Теперь еще один момент. Они выходят навстречу, то есть, откуда-то они выходят, то есть, есть некое помещение, в которое они потом вернутся, мы из контекста дальнейшего поймем, откуда они вышли, что-то там приготовят, да? И вот они выходят навстречу на полпути, как бы, чтобы заранее услышать и пораньше услышать о приближении жениха и взялись с собой светильники. Ну, про них уже изначально сказано, что половина из них были умные, другие глупые. Причем интересно, есть еврейский Новый Завет, если у вас нету такой силы, есть модуль специальный для еврейского приложения на телефон. Так вот интересно, что перевод Давида Стерна, мессианского еврея, который верит в Иисуса, он там в текст перевода своего внес уточнение. Он написал, что пять детских девушек, запятая, которые были подруги невесты. То есть он, будучи евреем, прекрасно видит в этой притче образ еврейской свадьбы, потому что речь идет о брачном пире, правда? Контекст какой? Широкий. Это брак, жених с невестой, подруги, вот, приготовленный брачный пир, правильно? Вот эти вот самые девушки, они подруги невесты, которые выходят навстречу в ожидании жениха. Теперь вопрос очень интересный. Но, значит, пропускаю немножко про то, что мудрые там взяли достаточно масла, а они мудрые нет. И как же они заметили, кто задремали, все уснули. Есть хорошая поговорка, что Бог, он никогда не опаздывает, и приходит в последнюю минуту, он назначил 9 час, когда это произойдет. Но Иисус повторяет неоднократно, что даже вот в этой главе он скажет, вы не знаете дней час, который придется в человечестве. Правда? Это тоже очень важный момент для нас, потому что, если мы верим в то, что церковь пройдет через Великую Скорбь и увидит Антихриста, мы можем с точностью до одного дня предсказать второй пришествующих Христа, потому что мы увидим Антихриста, и с этого дня можно отсчитывать, появляюсь, вам говорю, даже 7 лет. Еще больше там он сел с 1260 дней. Да. Да, да. То есть этот принц будет нарочно, если мы пойдем в Великую Скорбь. Все тоже должны быть очевидны. Правда? Вы смотрите, задерживается, они задремали все, причем, и уснули, но в поле сейчас дается крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. У меня интересный вопрос, а почему только жених упомянут? А где невеста? Потому что последующий брачный пир, он обычно следует за объявлением девушки и парня, женой и мужа, правильно? Никто брачный пир не устраивает до того, как родители благословили, и все-таки согласились, что эти двое молодых теперь муж и жена на веки вечные. Правда? То есть брачный пир делается потом, все со мной, все согласны. То есть жених идет, по идее, уже с невестой. Интересно то, что иудея, христианская культура, на которой построена вся западная цивилизация, да? У нас есть такая традиция. При официальных приемах, когда заходит какая-нибудь чета, какая-нибудь особая такая, в хорошее положение, в офисе, их как объявляют, кто знает? Господина и госпожа Смит. То есть ее даже не упомянут. А в особых случаях, даже в документах, раньше было так, в Королевской Англии, там и так далее, что пишут господин и госпожа Уильям Младший Смит, например. То есть ее имя вообще даже и отсутствует, потому что с этого момента она находится под покровительством, наносит фамилию своего мужа и даже имя мужа ее ей присваивается, не только имя фамилия. Такая интересная традиция. И в Евангелии от Марка 10 главе в основном стихе Иисус говорит, что двое будут, одна плоть. И Павел ссылается на то, что соединяющийся со Христом делается один дух с ним, правда? И интересно, что тогда, когда старцы в четвертой главе книги Откровения слышат поклоняющихся херувимов вокруг престола, помните, что они делают? Эти самые венцы, о которых сегодня говорили наши братья, они где оказываются? Мог. Да. Эти венцы с нас снимаются и оказываются положенными перед престолом, потому что достоин кто принять всю свалу честь и благодарение каждой силы? Только Агнец? Только Тот, Который искупил нас, Богу из колена или всякого племени языка, правда? Вот этот образ единственности и единства, он просто здесь продиктован еврейской традицией, потому что имя девушки после того, как она вышла замуж, очень часто даже не будет упоминаться, они будут говорить как о жене такого-то, такого-то человека. Понятно? Поэтому здесь личность невесты, она даже не нуждается в описании, не нуждается в объяснении, даже в упоминании не нуждается, потому что иудейская, еврейская традиция брак и сочетание просто подразумевает по умолчанию, что здесь жених идет уже не один, потому что она брачный пион ждет, потому что брачная церемония уже состоялась. Это всем понятно? Еще в 16-й главе. А это 19-я. Да, это уже 25-я. То есть уже состоялась, ну ты к ним откровенешься. Да, да. Вот. Теперь смотрите по поводу неразумных. У неразумных оказалось недостаточное масла, и вот они когда все проснулись, когда крик раздался, что жених идет, они думают «Мать, мама! Цепеники наши баснут! Дайте нам масло!» А разумные они говорят «Идите к продающему и не купите». И в этом смысле разумные оказываются не очень разумными, потому что в полночь никто на рынке маслом не торгует. И они отсылают неразумных на верную смерть в итоге, потому что эти неразумные вернутся к закрытой двери, и сколько бы они ни просили, ни стучали, их уже не пустят туда. Да? Да. То есть «разумные» в кавычках они разумные только потому, что они взяли с собой масло с запасом, не потому, что они в данный момент дают разумный совет. Эти неразумные побежали за маслом, конечно, они его не нашли. Жених приходит, светильники горящие, это тоже очень интересный ритуал, очень красивый, когда с горящими светильниками подруги невеста встречают эту молодую чету, и вместе они торжественно заходят на брачный пир, двери этого пира закрываются, и, помните, что приходят неразумные, несознанно, хлебавшие, случаются, Иисус, что им говорит? Господи, Господи, говорите, дворинам, пускал истинно говорю вам, не знаю вас. То есть, подразумеваете, что? Попадают на пир? Нет. Или нет? То есть, если Иисус их не знает. Получается, что они не попадают на пир? Поэтому, вот с теми, кто верит в то, что церковь пройдет через великую скорость, потому что десять дед это церковь, есть еще большая проблема. У меня будет к вам несколько вопросов. Книги Откровения в седьмой главе мы читаем во второй половине седьмой главы о том, что Иоанн после запечатления 144 тысяч евреев из каждого колена видит несметное количество людей в белых одежках с пальмами ветвями в руках и старец с ним говоривший спрашивает Иоанна, кто эти люди, Иоанн их не узнает. Если личность 24 старцев нам открывается от четвертой и пятой главы Откровения, мы понимаем, что эта песня, которую не поют, может петь только церковь. Понятно, что это сыгрательный образ церкви. То вот это несметное количество людей Иоанн не узнает. Он не понимает о эти люди. И тогда старец говорит ему, это те, которые пришли от великой скорби. А мыли убилили одежду свои, убилились, и они будут служить теперь отныне во веки и веков перед престолом Марса день и ночь. Пришли от великой скорби. То есть мы из этого отрывка делаем то, что во время великой скорби будут спасаться люди или не будут спасаться люди? Будет спасение. И Аиль же во второй главе говорит, и Петр ссылается во второй главе в Недизиане и Аиль во второй главе, что будут изливать Духа Святого на всякую плоть. Правда? Мы понимаем, что во время великой скорби будет спасаться просто вот этот короткий период времени будет спасаться несметное количество людей, что число как песок морской. Никто не может перечесть. Правда? Это удивительно. Мы на это надеемся, потому что наша задача, как Павел говорит, что делать? Сеять семена и поливать. Кто обзращивает? Бог. Поэтому кому достанется награда прежде всего? Кто достанет? Почему венцы наше престолом окажется? Это хорошо трениться к награде, но мы прекрасно будем осознавать, чьей силой и чьей благодать и чьей любовь все это служение, сеяние и поливание было совершено в течение нашей жизни. Правда? Поэтому вся слава этой Богу и в сороковой главе Исаии, например, Бог неоднократно говорит, только мне, мне вся слава, я первый и последний, только я искупитель и спавы моей не разделью ни с кем. Слушали, читали? Многократно там Исаия, Господь говорит через пророк Исаия, что только Божьи силы, только Его благодать и совершается наше служение. Павел говорит, многое сделал, впрочем, не я, но благодать, которая со мной. Правда? Ну, естественно, мы понимаем, что вот сейчас мы селем, очень бывает много поводов для того, чтобы расстраиваться, потому что церкви редко растут взрывным таким, да? Это, скорее, исключение с правил когда пробуждения теоретически возникают или в Азии, сейчас в Южном полушарии там много людей приходят к Христу, да? Когда-то в Америке в 60-е годы произошло духовное пробуждение, плодом которого с вами установим все и мы здесь в России, в 90-е годы, большая волна прошла. Вот. То есть мы сеем, сеем, только поливают, но на смену нам приходят, поливают, то, что мы посеяли, но плода можем не дождаться здесь. Правда? Ну, как? Он один, крупненького. Потрясающее количество людей в церкви, так что все умещаются в одной комнате, в квартире, да? Ну, как ты думаешь, а что нет? Почему нет? Не бойся, малое стадо, потому что будет благоволен нам дать царство. Поэтому то незаметное количество людей, которых Иоанн видит в главе Откровения, это плод служения церкви до Великой Службы. Теперь возвращаемся к притче о Десяти Делах. Вы помните, что происходит с теми, кто пришел, неразумные? Пускают их на последовременно на брачном литере или нет? То есть мы понимаем, что это закрытая дверь перед их лицами, перед их, да, вот приходом. Это не восхищение церкви. Потому что после восхищения церкви как раз много спасаемых будет. Вы понимаете? То есть это вот сцена возвращения жениха с невестой, встреча этих Десяти Дел с горячими, то есть пятью Дев, эти Девами с горячими стильниками, потом вхождение в брачную вечерю, в брачный пир, это образ второго пришествия Христа. Кто знает разницу между вторым пришествием Христа и восхищением церкви? Семь лет. Знаете разницу, да? Семь лет. А последние семь лет, о которых я буду завтра говорить уже, это та самая великая скорость и часть 77-го пророка Даниила, если что, да? Если вы помните. Поэтому Десять Дев, которые навязываются, к сожалению, церкви в результате определенных исторических процессов внутри церкви и вообще в мире, это богословие господствующее навязывается как некий инструмент манипулирования людьми, внушением неуверенности как раз в спасении. Кто вы? А сегодня ты точно не уверен, что твой святильник наполнен? А ты точно готов? Смотри, окажешься в числе пяти неразумных дел. Тебя ж не пустят Господь, я тебя никогда не знал. И внушается этот страх, что мое спасение зависит от моих усилий. Сколько масла я набрал, достаточно ли его у меня, что я сделал для того, чтобы быть готовым. Да? Бодрствование, принцип бодрствования не остается универсальным для всех. Дальше идет притча, после сразу этой притчи, говорящая основа о рабе, господине, то есть о верности и неверности, то есть это понятно. Но конкретно данная притча, она отношение к церкви имеет совершенно косвенное, не прямое. Всем понятно? Да. У меня очень мало времени, могу говорить еще, но хотел бы, чтобы вот это прозвучало как ободрение, что прежде всего это притча, адресованная евреям, адресованная израильскому народу, и просказанная на Иллиотской горе как раз в виду города Иерусалима Христовым своим ученикам говорит о судьбе прежде всего Израиля. В тот момент, когда он будет возвращаться в Израиль для воцарения в 2000-летнем царстве уже со своей невестой, то есть с церковью. И кто-то в Израиле будет готов, кто-то окажется мудрым человеком, который святильник свой наполнен и будет видеть во всем происходящее в течение Великой Скорби исполнение всех пророчеств в частности 30-я глава книги пророка Иеремии. Запишите, Иеремия 30, где Господь предсказывает тяжкое время, которое будет предшествовать при уходу Христа. Тяжкое время для Якова, время скорби для Якова. Понимаете, да? А кто-то окажется не готов, и ему будет плевать, он будет стараться выжить здесь и сейчас, несмотря на вечные вещи. Но Господь будет в милости и спасет тех, кто будет готов. Они действительно войдут вместе с нами, вместе со Христом на брачный пир и будут вместе с нами там за одной трапезой и будет один праздник для всех. Правда? Это очень, очень круто. Надеюсь, что для вас это послужило ободрением, хорошим напоминанием о том, что мы действительно как движение, как существование, мы придерживаемся совершенно определенно ожидания Христа, прежде всего каждый день в том пришествии Великой Скорби. Для этого есть очень веские доказательства из самого Писания, в том числе из этой же самой речи, да? Ну вот, собственно, и все. Давайте помойимся. Дорогой наш Господь и Отец, мы благодарим тебя за то, что ты верен своему слову, за то, что твое слово исполняется и ты бодрствуешь над твоим словом, чтобы исполнилось все, что ты произнес этого слова, никогда не падает напрасно на землю, но ты действительно исполнил все, что обещал Израилю в прошлом, что ты обещал именно насчет его будущего, и мы дарим тебя с великую милость за то, что мы, как дикая маслена на место отпадших поколений Израиля в течение этого очень интересного периода, в который Израиль отсутствовал в своей земле обетованной, мы понимаем, что ты излился благодать на все народы и мы видим твое изволение в спасении всех и желание твое соединить в себе саму дальних и близких для того, чтобы создать в себе одного и нового человека, дав единое царство в своем сыне Иисусе Христе. Благодарим тебя, Господь, за то, что ты верен в том, чтобы нас сохранить до конца, несмотря на отступничество, на предсказанное апостолу Павлову, вещи, происходящие внутри церкви сегодня, на наших глазах эти вещи происходят. Мы просим тебя о том, чтобы мы продолжали взирать на небеса, на наше жительство небесное, откуда мы ожидаем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы учим нас это делать не просто в режиме ожидания, но в режиме активного исполнения твоих заповедей, повелений, как сегодня и Борис говорил, и Борис говорил Барта, другие братья, насчет ожидания правильного, насчет того, какое иметь отношение не просто к моменту прихода твоего за нами, но какое иметь отношение к тому, что мы делаем здесь сейчас. Дай нам мудрость, как происходит в наших делах, в наших семьях, прежде всего в наших детях, и потом, чтобы это было доброе свидетельство для церкви, и Борис, чтобы ты прибавлял и прикладывал спасаемых в церкви, в каждом городе, с которым мы приехали, чтобы церкви продолжали умножаться и входили в любви, благодати и в твоем благоволении во всем. у господи остатков твоего дня и сегодня мы просим, чтобы ты продолжал говорить с нами через еще Максима и всех остальных братьев во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...